всем привет дорогие друзья мы играем в отличную игрулю которая называется скреп механик давненько мы не могли до нее дойти но тем не менее все это происходит по причине того что слишком много времени требуется на строительство подобных замечательных штук меня зовут юрий кот с нами есть еще айзек адам всем привет вот и мы построили пародию на фуникулер получилось как мне кажется весьма добротно неплохо мы в этой серии рассмотрим с вами механизмы при помощи которых это все у нас получилось и покажем некоторые плюшки давайте протестируем это дерьмо айзек нас ждет кстати на другой стороне нашего пути и чего-то там нам готовит сейчас мы поедем и посмотрим что же он такое нам там приготовил так двери открываются посредством кнопки вкл вот так вот они двойные заходим закрывается это все дело кажется что это одна дверь но это не так теперь вторая дверь у нас будет открываться одним одним блоком она не двойная одинарная то есть но в принципе это не мешает конструкция на другой стороне дороги просто просто говорит нам о том что в принципе дверь подойдет так теперь давайте наверно вам покажу как это все работает наверху чтобы вы понимали или или позже наверное позже позже да хорошо нажимаем одну кнопочку у нас это все дело прихватилась и поехали вот таким вот образом наш фуникулер чик наш монорельсик движется к заветной цели к языку главное что он движется кстати проходить мы будем между лифтами нашими здесь мы не зацепим это все дело сейчас посмотрим они должны по сути ну прикольно штукенция получилось конечно главное что это все работает работает в общем-то неплохо путь не близкий хотя если смотреть в рамках стандарта всей карты вскрыть механик то это маленький отрезок я не стал уже делать длинный айзек со мной согласился как будто бы ну делать на всю карту это все еще очень долго это все очень геморрой на а можно было кстати сделать это дело еще от горы до горы но на большой высоте а как вы понимаете наши дорогие подписчики это было бы еще более геморрой потому что работать на высоте это совсем не комильфо поэтому мы сделали вон на уровне пола можно и так сказать вот мы подъезжаем вот она наша станция айзек там построил остановку я так понял я хочу здесь короче сделать такой домик типа сувенирная лавка я бы так сказал отлично прощайте там друзья там но кто-то прощается с родственникам тут покупая себе подарки киос с открытками вкусняшки да там значит смотрите друзья для того чтобы это все работало нужно нажать две кнопки то есть я сейчас покажу почему это так реализовано по-другому эта хрень работать не хотела теперь станция как же нам теперь выйти все это сделано для безопасности людей в данном случае гномов потому что в этой игре мы играем гномами вот есть кнопочка у нас опускается наш мост вот таким вот образом теперь для того чтобы открылась дверь мы нажимаем на эту кнопку все это открывается и вот мы вышли на станцию посмотрите какая красота айзек тут вообще навел марафет я смотрю тут остановка такая не слабо еще этих скамеек наставь на обязательно бомжи и спали всякие да естественно все для бомжей как нужно так теперь ну в общем люди вышли все нормально мне что-то у нас закрывается теперь туда никто выпасть не сможет моя тележка там валяется когда зашел просто в игру пришлось сделать какую-то инвалидную коляску найти по всей карте очень плохо что не реализована кстати карта с таки на метками разрешим было бы неплохо об этом подумать потому что когда персонажи ну люди гномы появляются на карте все это выбирается очень рандомно и не всегда карта в общем-то и небольшая но все равно есть некоторые трудности чтобы найти друг друга юра и короче таки посмотреть вас так нужно их послушать у кого там а у одного там 100 просмотров даже только два просмотра только ты нормальная остановка так можно не двери пока рано делать потому что на дверями есть проблема здесь плохо реализовано дверь открывается только в одну сторону и знаю друзья подскажите если вы смогли дверь как-то сделать чтобы она открывалась двух сторон мы рассмотрим все ваши предложения конечно же с удовольствием но я пока не додумался дверь открывается только в одну сторону и это херово Так, ну что ж, пора бы, наверное, подрассказать, как это все работает Значит, друзья, смотрите, у нас вот такие вот заглушки, бетонные столбы, в которых упирается, собственно, наш фуникулер Как работает механизм сверху? Я сейчас поставлю лифт Мы с вами залезем наверх в батарейке этого жука, посмотрим, как это все реализовано Значит, посмотрите, у нас есть вот такие вот зажимы, собраны они посредством труб Один зажим у нас работает, давайте я покажу просто, вот мы нажали, у нас опускаются два ролика И наконечники этих зажимов, они крутятся в определенном направлении Можно увидеть это при помощи вот этого вот коннект тула, так он называется То есть два рога, две вот такие штуки, чем-то напоминает механизм трамваев, кстати Но движется это все дело непосредственно при помощи вот этих вот рожек Один механизм у нас движет в одну сторону, прижимает одну сторону Второй механизм у нас прижимает вторую сторону Вот таким вот образом, я уже просто не помню, как это все Да, вот один механизм прижался, вот он второй механизм прижался То есть для того, чтобы нам двигаться в одну сторону, мы прижимаем один механизм, нажимаем кнопку, ролики у нас вращаются в одном направлении, в данном случае вправо. Отключаем, отключаем это все дело. Вот, они поднялись, все, он стоит, он никуда не поедет. Даже если сейчас нажать, попробовать нажать прокрутку механизмов роликов, они будут вращаться просто в холостую, как вы могли заметить. Зажимаем. Теперь для того, чтобы двигаться в другую сторону, нажимаем кнопку. Ну, это все опускается, немножко подъемничек наш приподнимается и теперь при помощи нажатия одной кнопки ролики будут вращаться уже не вправо, а влево. И тогда наш фуникулер поедет уже в обратном направлении. Вот такие вот дела. Чудо. Да, чудо техники. Ну, по кнопкам тут в принципе вообще все понятно. Одна дверь у нас открывается двойная, вторая дверь у нас открывается одинарная. Тут вообще никаких проблем нет. Нет, можно было бы сделать это все на датчике, но опять же существует проблема примерно такая. Куда ты, блядь, из-за чего припаркуешь свою машину? Кататься. Да ты в гараж для нее построил, что ли? Да нет, просто здесь. Так, друзья, хотелось бы сделать еще, попробовать посмотреть, как это все работает. Смотрите, у нас еще есть целых два деления до максимальной мощности двигателей. Айзек, поможешь? Да, давай. Давай, заходи в фуникулер. Ну, через двери только, как подобает нормальным гномам. Застрял. Я застрял, да ну и в жопу. А вот зря ты поставил там машинку, мне кажется, он будет зацеплять. Или давай, поставь, оставь, давай попробуем. Может, поставь, оставь. Давай попробуем, пройдет, не пройдет. Чисто вот интересно. У меня машина настолько говнясна, что через нее даже танк пройдет. Так, значит, я просто спущусь вниз. Айзек сейчас при помощи моста нашего раздвижного зайдет. Дальше. Шлагбаум. А я это все дело поснимаю, значит, со стороны. По идее, должно быть нормально. Закрывай шлагбаум, поехали. Поехали, да? Поехали, говорю. Подожди, 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 остановись. Давай, наверное, с двигателями разберемся. Какой двигатель у нас вращает в ту сторону, куда мы сейчас собрались ехать? Давай все поставим на максимум, чтобы уже не гадать. Ставь все на максимум, да. То есть, этот на максимум. У нас будет косоевить по полной программе. Ну ладно, ничего страшного. Музычка заиграла. Эротично. Такой обычно в порнухах включают. Серьезно, друзья, не шучу-чуть. Бразерс. Сознатели Бразерс игры. Да, Эмбиент. Такая расслабляющая. Так, ну все, выставил. Мне сейчас интересно посмотреть, как будет шатать наш вагон голубой. Понимаешь, если я вылечу из игры, то будет мне плохо, а не тебе. Это что такое? Жиза нахер. Не очень удобно, он, конечно, едет при помощи. А ну-ка останови. Останови, останови. Блин, надо попасть. Надо еще попасть, мир. Надо попасть. Ядрите его налево. Вот это вагон. Так, ну, видите, друзья, не очень хорошо по мощности. Давайте я еще на одну меточку опущу и попробуем протестировать его таким образом. Я думаю, что получится. Сейчас со второй стороны то же самое. Хотя, наверное, нет, тоже будет коноебить. Сейчас посмотрим. Давай, пробуй. Ну, пошла, пошла, пошла. А теперь приостановись и мы сделаем сейчас по-другому. Прижми его всеми рогами полностью и теми, которые вращаются в обратную сторону. Так, все прижалось. Теперь нажимай, поехали. По идее, должен ровнее идти. Да, немножко ровнее пошел, но все равно недостаточно. Не очень комфортно ехать, наверное, будет людишкам в таком фуникулере. Потому что, тем более, если кто-то будет есть какой-нибудь хот-дог с полой, он просто обрыгает соседу все лицо. И на этом все романтическое путешествие закончится просто. Тормози, тормози, выставим все-таки его на оптимальный вариант. Получается, это два деления доверху не хватает. И при таком раскладе он будет ехать тогда уже ровненько и без всяких погрешностей. Это единственный вариант. Все, можно ехать дальше. Это единственный вариант, друзья. Приподними, кстати, другие рога, может он быстрее поедет. Да, да, вот теперь он идет быстрее. То есть, видите, друзья, все у нас завязано на вот этих вот рожках, которые прижимаются и работают. Все, замечательно, открываем шлагбаум. Да, и вот она наша лесенка. Также хотел бы заострить внимание, на сколько же градусов опускаются эти самые рога. У нас со всех сторон сцедатчики. На каждый рожок по датчику, если мы нажмем сейчас на вот этот датчик, мы можем заметить, что он у нас опускается всего на 20%. В одну сторону. Я сначала думал, гадал, как же сделать так, чтобы он у нас делил... Видите, просто датчик он работает. 80, 50, 35, то есть он целые числа берет. Для того, чтобы, друзья, если кто не знает, если вы хотите датчики выставлять по единичке... Чуть геометрию. Достаточно зажать shift, и тогда, видите, мы можем брать 75, 76, 7, 8, то есть по единичке тогда у нас будет двигаться. Как только мы отпустим shift, оно у нас будет идти по пятерочке. Так, кажется, 20 было, да? 20 или 40? Да, да, да. 20-ка поставь. Кажется 20. Сейчас попробуем выставить это все на 20. Еще единичка. Все. Это один, значит, момент. Первый рожок у нас ставится на 20. Второй рожок у нас ставится на 20, естественно, с другой стороны. Это те, которые у нас большие. Большие рога. А маленькие рога у нас выставляются... Надо как-то до него дотянуться. Маленькие рога у нас выставляются на реверс обратно, на минус 40. Оба. Один и второй. И тут уже зависит от того, в каком направлении... В какое направление должен прижиматься рог к нашей металлической рельсе? Ну, в принципе, это несложно понять. Если вы сделаете что-то неправильно, не в ту сторону, вы видите вот эти проценты наклона рога, то этот рожок, он просто отогнется в другую сторону. Будет прижиматься не вниз, а будет прижиматься... Отодвигаться, отжиматься вверх, наоборот. Вот такие вот дела. Так, что мы еще можем замутить здесь? Как ты думаешь? Ну, надо пофантазировать. Фантазию тут уж включить. Так, дверь у нас есть. Ну, давай тогда поедем обратно. Я, конечно, мало еще понял, что ты сказал, но не важно. Можешь радейку поставить, кстати. Вот здесь на окно есть свободное место. Вот прям впереди. Ахаш, давай. Я пока поуправляю всем этим дерьмом. Давай. С вами поедем. Все, поехал наш уникулерчик. Радио, радио, где же ты? А, вот оно. Блядь, вагон просто охренительный. Мы с тобой как Рокодил Гена и Чебурашка, блядь, в голубом вагоне. Серьезно. Во, еще радио такое хип-хорское. Давай, включаю радейку. Это радио вообще? Да, да, только обратной стороной его нужно поставить. Если так обратно будет работать. Хорошо. Стоп, подожди, чуть не понял. Заиграла, заиграла, нормально. Я хочу, чтобы она смотрела на меня. Все, здесь можно теперь устраивать дискач. Все классно, все отлично. Сейчас мы доедем до конца. Побег к нашей машине. Друзья, если вы хотите, чтобы это дерьмо у нас быстрее двигалось... Ставьте лайки. Ставьте лайки. Если вы хотите, чтобы это дерьмо быстрее двигалось, то нужно сделать одну простую вещь. Даже две простых вещи. Значит, первая вещь это... Сломать ее нахуй. Первая вещь это сделать больше роликов, которые будут ее вращать. Можно сделать ролики даже вот здесь снизу. Они будут прижиматься тогда и сверху, и снизу. И тогда все это будет классно работать. Но... У нее своя жизнь, кстати. Один интересный момент мы сейчас с вами просто сделаем у вас на глазах. Мы всегда выбираемся из сложной ситуации. Каким путем? Обычным. Мы ставим реактивные двигателя, блядь. Это все херачит со сверхзвуковой скоростью. И тогда все будет классно. Так, давай, оно доползет до конца. Пока оно ползет, я попробую поставить, значит, вот такие вот... Неудобно в движении с ней работать. Ну, там своя жизнь, короче. Своя жизнь, да. Сейчас попробуем сделать турбины. А припустите поставить на автомат ее? Она будет кататься туда-сюда, ударяться, короче, и обратно ей. Ударяется, обратно ей. Жорщик нельзя сделать, конечно. Я думаю, что разработчик это скоро реализует при помощи каких-нибудь сенсоров или еще что-нибудь такое сделает. Так, она почти доехала. Зайдешь сейчас, остановишь ее. Да, а то она сейчас туда прям впечатается. Сейчас мы, друзья, с вами поставим сюда турбины. И вот это будет вообще кайф. Просто мать его, настоящий кайф. Так, 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 Юр, не переборожки с турбинами. Не, ну я по парочке. Ну, мы же помним, что турбинки можно... А, я... Меня выкинуло. Турбинки можно же выставлять их, значит, скорость. Ну, мощность имеется. Ну, да, да. Я думаю, что с этим проблем как бы вообще не может быть. Попал. Опять выкинули. Пять упал. Так, значит, чего? Вот они наши турбинки. Давайте. Кстати, знаешь, что нужно, чтобы разработчики добавили стеклом. Стекла здесь. Да, 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 да. Это будет точно не лишним. Такое, чтобы оно еще даже с бликами было. Да. И желательно, чтобы оно открывалось. Так, турбины у нас есть. Все хорошо. Я понастраивал тут ларьков, ёпта. Надо обходить гору с другой стороны. Сейчас я сделаю как раз вот ларек цветков. Ларек цветков. Ну, давай, обустраиваем магазинчик. Будет у нас такая отдыхающая остановка. Тут бы пляжик еще организовать. Вообще было бы классно. Песок-то можно или что там сделать? Но вот с водой будет проблемка. Это да. Значит, чего мы делаем? Нам же, наверное, скорее всего, нужны реактивные двигатели. Они работают сами по себе или от... От кнопки могут. Нет, они сами по себе работают. От кнопки. Ну да, от кнопки тоже. Значит, привязываем. Привязываем. Он едет у нас в ту сторону. Значит, нужно привязывать турбины вот сюда, наверное. Да? Раз. Два. Есть. Теперь от этой кнопки привязываем вот эти турбины. То есть, да, у нас здесь ревер стоит. По идее, проблем быть не должно. Так, что, попробуем? Давай я посмотрю даже на это. Давай. На это украсть. На это, блин. Ты выпал? Я выпал. Ладно, давай. Ты со стороны хочешь или поприсутствовать во время граш-теста? Я не хочу, но я просто хочу на это посмотреть. Значит, прижимаем это все дело, друзья, с другой стороны. Приезжали. Что это такое? Тихо, 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 подожди. Прикол в том, что он вверх идет. Но он так должен идти, когда прижимается это все дело. То есть, турбины работают? Турбины работают. Турбины работают. Значит, по идее, не с той стороны мы турбинки поставили. Может быть, по бокам поставить? Я думаю, знаешь, что нужно сделать? Сейчас я вернусь обратно. Или чисто сзади, я даже не знаю. Наверху. Наверху. Наверху у нас меньше всего наклон идет. И наверху, если мы поставим турбину, тогда будет все хорошо. То есть, нижняя турбина... Он будет выравнивать. Да. Он будет просто двигать сам механизм, а лифт уже будет идти по энергии. Значит, турбины внизу я убираю. Немножко неправильно у нас это все реализовано. Но сейчас мы добьемся максимально хорошего результата. Ага. Значит, низ у нас все хорошо. Остановка, еб ты. Палатку делаю себе. Остановочка. Еще потолки низкие такие. На остановке. Да мы же гномы. Не забывай. Так. Есть такое дело. Куда же нам в пиндюре теперь эти штучки? Вопрос на миллион. Не хочется, чтобы... Не хочется, чтобы у нас это все... А вот так, наверное, и вставим. Почему нет? Почему нет? А, нет. Не будет у нас это так работать, потому что... Может быть, по одной турбине вставить, как ты думаешь? Давай попробуем. По одной получается просто точно. А ты везде напихал родейки, что ли? Ну, это так, дополнительно. Типа, мало ли здесь сидят, скучно. А я тут... Та, подожди, а у нас скамейки здесь есть? Или здесь нужно самому придумывать? Не знаю, что-то вроде было. Там кровати есть, точно. Можешь бомжам сделать хорошо. Да, кстати. Бомжам сделать хорошо. Ты понял, что ли? Так, туалет эту помогу обязательно. Без нее вообще никуда. Туалет сделаю. Туалет точно. Как не... Просто. Я гений. Я Эйнштейн. Я додумался до такого, кто еще не додумывался просто. Так, вот она нашла. Кондиционер. Турбинка, друзья. Опять я упал. Господи, что же так неудобно-то, а? Так, я кондиционерчик сделаю и какой-то кондиционерчик. Я хотел сделать туалет сделать. Так, вот здесь. Сейчас мы поставим тогда со второй стороны это все дело. И надеюсь, что тогда это все дело у нас заработает. Там рок такой херачит, вроде эти, ты смотришь? О, сранник у меня здесь будет. Просто жесть. Обязательно делаю. Без этого никуда просто. Я должен заботиться о людях, о бомжах. Ты будешь начальник станции. Начальник, да. Начальник моего станции. Так, все стали, все ровно, у нас все симметрично, относительно. Значит, нужно прыгнуть на мост и теперь все это дело связать. Как же нам это сделать? Значит, это привязываем к этой кнопке. Вероятнее всего, да? То есть, это же штука у нас работала, по идее. Да, конечно. Так, теперь привязываем к этой. Ну что, давай пробовать тогда. Вроде как должно все уже... Я же подумал, что у меня пробел сломался. Не могу прыгать. Заходишь? Да, иду. Иду, я хочу посмотреть на эту. Давай, сейчас посмотрим, как это все выглядит изнутри. Закрываем двери. Нет, закрываем двери. Нет, это следующая сломавка, ад. Прижимаем это все дерьмо и погнали. Наверное, не в ту сторону мы гоним, да? Похожем, да. А ну, если вот так это сделать. Что-то мы неправильно сделали. Может быть, я не те... Сейчас, подожди. Сейчас мы посмотрим, с какой стороны. А, ну да, все верно. А у нас неправильно все это при коннекченном. Убираем, значит, вот это. Убираем это. И просто меняем их местами, значит. Это у нас привязывается к этой кнопке. Это у нас привязывается к этой кнопочке. Да, что ж такое-то, а? Что такое? Я не могу попасть просто на эти полоски. Ну да, все вроде получилось. Я, кстати, предлагаю еще турбинки выставить на две до конца. Чтобы у нас оставалось. Тогда, по идее, мы поедем быстрее. Не факт, конечно, но имеет смысл попробовать. Все, пробуем? Пробуем, сейчас иду, иду, иду. Давай. Заходи. Эх, я туда. Двери закрываются. Значит, теперь мы нажимаем. Не-не-не-не-не-не-не-не. Да, вот она прижалась и теперь полетели. А, лифт. А если другую? Алифт, лифт, лифт, просто подожди пока. Я другу включаю. И все нормально. Ну, я не знаю, как быстро, но едет. Давай-ка я со стороны посмотрю на это дело. Как там турбины работают? Давай. Работают лучше? Вопрос. Работает одна там турбины тональная. Как-то странно. Давай попробуем сделать так. Смотри, я остановлюсь, выкручиваю турбины на самый максимум. Вот вообще на самый максимум. Самый видится. Самый видится. Сейчас посмотрим, как это все полетит, потому что мне интересно. Очень. Готов? Все, давай. Да. Я буду, что сейчас игра вообще вылетит. Ну, что, кстати, может быть и такое. Все, приконнектились. Горазобостритель поехал. Ну, хорошо. То есть, получается, их надо ставить, по идее, парочку. Парочку штучек, тогда это все будет работать еще быстрее. Сейчас мы доедем до той станции и попробуем поставить еще по две турбины. И, скорее всего, это будет окончательный тест уже. Играет радио, я тут тащусь в вагоне. Все классно. Блядь, ну, долго он едет, конечно. Ну, если смотри, заметьте, если мы поставим сейчас быстро, то его будут после кастеребить по полной программе. Так что это тоже не вариант. Не, ну, я предлагаю попробовать. Главное, что мы мысль донесли, в общем, как это все сделать. А меня интересует больше все. Здесь будет вторая станция, короче. Для бомжей 2. Так, ставлю. Бомжей 1, бомжи 2, да? Да. Станция петушки там какая-нибудь. Можно так назвать. Кстати, можно буквами выложить. Так, ну что ж, запрыгну я, пожалуй, наверх. Поставлю сейчас еще пару кубиков и пришпилим еще парочку турбинок. Тогда вообще все будет зашибенно. По идее должно все работать более интиментно. На высшем уровне. Интересно, да. Толканку я бы, конечно, поставил здесь, ну ладно. Что, что, что? А, ладно, ладно, не важно. А, что такое? А, все нормально. Туалетная бумага я поставил бы сюда, конечно, но вот, не важно. Да, с такими турбинами туалетная бумага не помешает, потому что все... Ну вот, мало ли, мало ли. Они просто нахер пообсираются. Босродцы еще. Так, теперь привинчиваем вот это дело кнопки. Есть такое дело. И вот эту турбину тоже пришпиливаем. А, ты где поставил турбину? Вот, хорошо. Так, я не могу дотянуться почему-то. Почему я не могу дотянуться? А, наверное, у меня лимит вышел. Попробую пришпилить вот эту турбину, верхнюю, самую верхнюю левую турбину к правой первой кнопке. Левую, левую турбину верхнюю. А, первую, да. Верхнюю до правой вот этой вот кнопки. Вот, которая. Вот, вот, вот. В которой покажи еще раз. Ну вот, первая, которая. Вот, прям первая от нас. Вот эта, да? Ну, видимо, да. Все, пришпиливаем. Вот эта, да? Хорошо, все. Пришпиливаем. Так, ты уже все выставил на самый максимум? Или они автоматически выставляются на максимум? Все на максимум. Сейчас поставлю. Не, все уже стоит. Не, не, а еще. Так, пробуем? Теперь да. Загружайся. Под рок-н-ролл сейчас зажжем. И что это такое? Не, а, подожди. Не, 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 не. Турбину. Стоп, тормози. Турбина не там. Выходим. Значит, не к первой, а ко второй. Ко второй надо было турбину пришпиливать. Вот к этой, что ли? Ну, та, которая у нас включает колеса. В общем. Понятненько. Ай, да, я посланник той. Сейчас уберу ее. Так, нужно понять, на второй все у нас верно вообще находится. Я поставлю. Поставил. Нужно все перепроверить красиво. Все. Все поставил, да? Ставил. Хорошо. Давайте пробовать. Закрываем двери. И... Так, сейчас проверим этот механизм. Все поднялось. Погнали. Ну, я бы тебе сказал... Не знаю, смысл вообще. Как-то не очень. Что-то изменилось вообще? Его просто... А ну, прижми еще вторые рога. Посмотрим, как он будет ехать. Он у нас просто баланс не держит. Да. Да. Он выровнялся. Но... Нет, стоям бы. У нас на вторых рогах работает неправильно одна турбина. Ее надо тоже переключать. Останавливай вагон. И вторую кнопку тоже выключай. Значит, правая турбина у нас подключена неверно. Видишь, вот она ее сейчас тянет. Да. Сможешь переставить? Потому что у меня вышел лимит. Скорее всего, не смогу ее прикрепить. А что поменять? Верхнюю турбину нужно переключить на другую противоположную кнопку. Потому что она прикручена к рогам. Когда опускаются рога, она начинает работать. А, понял. Ну, то есть такая же ситуация, как была и в первом случае. В общем-то. В первом случае, понял, да. Тогда я убираю. Подожди, когда я включу, когда? В каком случае? Спускайся сюда ко мне. Значит, верхнюю турбину, верхнюю правую, верхнюю правую турбину нужно пережать на другую кнопку. А, верхнюю. Переключить. Все тогда сейчас. А не на ту, на которой она есть. Просто это не очень удобно здесь сделать. Наверное, лифт нужно. Сейчас взял. Как-то так. Ой-ой-ой. Перекасаебило, да? Ничего. Можно так сказать, да. Бывает. Не-не-не-не-не, все равно. Ну, ладно, в принципе, переключить там можно. Так, теперь мне главное переключить вот этот кал. Верхнюю, верхнюю турбину. Ты понял, с какой стороны, да? Да, я понял тебя. В другой кнопочке. Вот это. Все, сделаю. Есть. Ну, давай, закрывайся, пробуем. Тестируем ее. Опускай все рога полностью. Да, чтобы сбалансировка была. Да. И пробуй включить. Давай, ехали. Ну, как-то не очень. Даленько, да. Не очень. Хорошо. А если полностью выключить? Значит, один я выключаю, второй я выключаю. А почему работает? Чего работает? Турбины работают все равно. Да, вижу. Я их убираю полностью. Так, все, теперь он едет без них. Подними вторые рога. Поднял. Ну, те, которые, ты понял, да? Угу. Ну, все понял. Те, которые отвечают за противоположную сторону. Что такое? Что такое? Скосоведовал по фон программе. А, у нас там я турбины просто полбирал, поэтому искосоведовал. Ну, такие вот дела, друзья. Как видите, с турбинами работает это не очень хорошо, а вот на моторчиках, скорее всего, нужно ставить больше колесиков, ставить их снизу, ставить сверху, тогда этот зверек будет двигаться намного проворнее и быстрее. Потому что турбины в этом случае абсолютно не вариант. Ну что, будем закругляться тогда? Да. Друзья, если вам это дело все понравилось, ставьте, конечно же, лайк. Канал Айзека будет у нас в описании, ссылочка. Также хотелось бы добавить интересную вещь, интересное предложение. Если вы строите достойные какие-то строения, какие-то интересные машины, шагоходы, может быть, дороги какие-нибудь. В общем, все, что вы строите, если вы считаете, что это действительно интересно, красиво, может быть, какие-то сложные моменты будут, можем сделать одну интересную вещь. Вы будете пускать меня к себе на сервер. Я буду делать обзор по этой штучке. Вот. И просто он будет выкладываться тогда на нашем канале. Вот такие вот дела. Если вам эта идея нравится, тоже пишите об этом в комментариях, ставьте лайк. С вами был Юрий Кот. Айзек Адам. И всем пока, ребятули. Всем пока.